МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно узнавать о войне 1812 года, допустим, из книг. Можно сходить в музей. Но есть люди, которые буквально воссоздают по частицам детали сражения, детали костюма. Эти люди называются реконструкторы. С одним из них, Вячеславом Бессоновым, реконструктором клуба «Батальон», мы поговорим прямо сейчас. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень много вопросов. Я с радостью на них отвечу. Вы гусар. Да. Первый вопрос. Это, простите, что? Эта деталь униформы называется султан. Она производится из конского волоса и затем окрашивается в зависимости от звания того, кому он, собственно, принадлежит. Чтобы противник знал, в кого сразу стрелять. А противник, ну, если он догадается, конечно, потому что отличия там действительно не самые значимые. И еще можно узнать род войск по цвету султана. А есть ли у этого какой-то функционал? Функционал здесь какой? Во-первых, чтобы визуально солдат казался выше, то есть это делает его психологически более мощным, более опасным для противника. Считалось, что оно может спасти жизнь. А солдат кажется выше, значит, стрелок противника будет целиться чуть выше и не попадет. Ну, насколько это правда, неправда, доподлинно неизвестно, потому что и прицельная дальность на то время была не очень значительная. И насколько это спасло жизнь, сказать сложно. Но в бою он даже иногда мешает, потому что за счет ветра... Наверное, вот так вот если крутить головой, да? Да, 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 он очень сильно порусит, да, и весь головной убор, который тоже не является легким и удобным, он периодически может подсъехать куда-нибудь. Продолжаем опрос. Вот эта вот красота неописуемая для чего это? Да, плетеный шнур, в принципе, как и здесь, так же и на кивере, называется этишкет. Отчасти он нужен для красоты, просто потому что это... Ощущение, что здесь все исключительно для красоты, потому что это не выглядит удобным. В целом, да, это выглядит иногда даже очень неудобным, но здесь, в принципе, ко всему можно привыкнуть. А этишкет можно продеть под погон вировочный, и как раз за счет плетеного окончания, головной убор, свалясь с головы, да, при скачке или при шибке с противником, он не упадет на землю. Сидя верхом в полусоржении, невозможно что-то поднять с земли, не спускаясь с лошади, а это долго и опасно. А здесь можно одним движением руки вернуть головной убор на место и продолжить, собственно, сражение. Потому что шапочка должна быть всегда на месте для красоты. Война войной, а лук должен выглядеть всегда четко. Такой еще вопрос меня вот удивляло в музеях, в том же музее 1812 года, там тоже выставленная форма. И она какая-то маленькая, вот такое ощущение. Это она подусела со временем или люди были поменьше? Я склоняюсь больше к той версии, что люди были чуть-чуть меньше. Просто потому что даже в воспоминаниях одного из участников войны 12-го года, они взяли в плен французского гвардейского гренадера. Это вот солдаты в больших медвежьих шапках, очень высокие. И в воспоминаниях прямо так и написано. Исполин, очень мощный, крупно сложенный. Когда они сняли с него снаряжение, оказался щупленький французишка. То есть все люди, в принципе, были меньше, чем сейчас, и ниже ростом, и по комплекции тоже. Насколько вообще вот то, что сейчас на вас надето, по материалам, к примеру, совпадает с тем, что было более 200 лет назад? Мы, как реконструкторы, стараемся использовать все материалы, которые использовались и в ту эпоху, в которой они бытовали. Поэтому здесь настоящее сукно, шнур, внутри льняная подкладка. И все это сшито именно вручную. То есть здесь нет машинного производства, все строится, как и, собственно, много лет назад. И пуговицы также изготавливаются с применением вот именно тех технологий. Ну, стараемся, по крайней мере, что возможно. Пуговицы, я слышал такую легенду-нелегенду, может, вы подскажете, что французская армия, у них были оловянные пуговицы, которые не выдерживали русских морозов. И это тоже сказалось, потому что у тебя фурнитура на морозах начала сыпаться, и это было еще более неудобно, чем это есть в принципе. Как вы думаете, правда это или нет? Ну, где-то я это слышал. Сказать доподлинно, опять же, правда это или нет, сложно, потому что даже на сегодняшний день находится в земле достаточно большое количество пуговиц, в том числе и французских. И все они достаточно живые и по виду, и прочее. А так как молний не было, липучек не было, застегивать форму как-то надо было. Иногда, посмотрев на солдат от начала 19 века, кажется, что всю форму придумывал тот дизайнер, который просто фанател от пуговиц, потому что они были просто везде. Или это был выигран просто госзаказ на пуговицы. Да, 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 производства большого количества. А вот мы сейчас стоим на жаре, да, у нас лето. Ваше вот это обмундирование, оно межсезонное, летнее, зимнее, и в чем отличие? По сути, эта форма, она универсальная. Мне кажется, ее универсальность в том, что в ней летом жарко, а зимой холодно, нет? Да, зимой будет достаточно прохладно, а летом будет тепло, потому что вот эти натуральные материалы, они создают эффект термоса. То есть я внутри не так сильно связан с окружающей средой, как если бы надел современную одежду. Да, с временем так подавно. Единственное отличие будет в том, что ментик, то есть куртка, он будет носиться в рукава, то есть также сверху. А летом будет висеть на плече и защищать от некоторых там рубящих ударов, может быть. Кстати, о рубящих ударах. У вас я вижу еще саблю. Можно сказать про нее и, может быть, даже продемонстрировать? С удовольствием. Значит, если мы будем говорить про саблю, то данный предмет является точной копией французской легкокавалерийской сабли. Это трофей. А почему же у вас у русского гусара, прошу прощения, французская садьба? А потому что мне она больше понравилась и в полусражении завладел и теперь сражаюсь сам. Вот это очень реалистично еще. На самом деле, да, такие случаи были. И французы отличаются сами сабли от наших тем, что немножко другая гарда и материал белого металла. Ой, а тут что-то написано. А так как этот предмет является... Мелом малоярославца. Этот предмет точная копия с музейного предмета и здесь написано изготовитель и дата изготовления гравирована. Ну и при том, по зазубринам я вижу, что это действительно рабочий инструмент. Да, с этим инструментом я отвоевал не одно. Тарутина, Малый Рославец, Бородино. Там ежегодно стараемся появляться и некоторые другие фестивали в частности. Так что это не только от шампанского, вот к чему. Ветеран получается. Кстати, что касается шампанского, алкоголь вреден. И для гусаров, и не только. Но я думаю, что вы же участвовали, получается, и в сражениях, и можете рассказать нам про то, что было в 1812 году. Вот в частности, что знают из учебников истории? Что было около 5000 французов. Около, разнятся цифры, от 3 до 5 тысяч со стороны русских. А вот сколько это длилось сражение? Это прям действительно вот так встретились куча на кучу, и началась мясорубка? Или это какие-то вылазки, что-то вот? Сражение здесь было достаточно серьезным, и длилось оно, по сути, один день. Оно началось 12 октября 1812 года, или, переводя на современный календарь, 24 октября. Французские войска стремились пробиться к Калуге, уйти на юг, где находились богатые запасы провизии, фуража, чтобы пополнить, собственно, запас своей армии. А русским войскам этого допустить было никак нельзя. И поэтому отдельные части русской армии, они здесь начали бой. Бой шел не только за преимущество в городе, но вот и за занятие стратегических позиций. И затем подошли основные силы под командованием Кутузова, которые также вступили в бой. И по разным оценкам разных источников город переходил из рук в руки до восьми раз. По воспоминаниям, весь город был устлан погибшими, дома были сгоревшими, практически ни одного не осталось. Оставались только вот эти кирпичные печи, которые были достаточно сложно разрушить. И к вечеру город оказался в руках у французов. Но так как я сказал, что бой шел не только за город, а еще и за позиции, русские войска заняли выгодные высоты на пути на юг, получается, и закрыли тем самым дороги на Калугу и на Медынь. И вот здесь Наполеон принял решение уже не пробиваться дальше, потому что, скорее всего, это обернулось бы катастрофой для его великой армии. А принял решение отступать на Смоленск именно по той дороге, по которой он наступал. Да, да, да. И вот именно отсюда, с Калужской земли, со славного города Малойрославца, началось отступление великой армии, которая уже затем превратилась, по сути, в декство. Ну да, это как раз мы знаем из учебников истории. И, наверное, мой финальный вопрос. Может быть, воссоздавая эти сражения, планы Кутузова, Наполеона, все это проигрывая, вы поняли секрет успеха русской армии? В чем он все-таки заключался? Я не скажу, наверное, прям за сам секрет. Собирая комплект униформы, вооружение, лучше понимаешь тактику, стратегию ведения боевых действий, потому что, зная, допустим, современное вооружение, невозможно понять, как действовали войска тогда. Вот пропустив это условно через руки, через себя, мы можем понять, почему принимались те или иные решения, в том числе и на высшем командном уровне. Но в чем же оказался секрет все-таки? Секрет, наверное, в дальновидности, во-первых, потому что некоторые моменты не были очевидны, когда происходило само действие. И в том, наверное, что решения принимались, так скажем, с холодной головой, то есть опираясь на факты, на логику событий, на информацию о действиях противника, а не на эмоции, которые идут в моменте. Вячеслав, спасибо вам большое, что вы нам рассказали о войне 1819 года, фактически из первых рук, вот как это было то самое сражение, про которое мы сегодня и говорим. Удачи вам в ваших делах. Спасибо большое.